Здравый смысл Алексей Галаков, врач-хирург, специалист интегративной медицины, биохакер. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Я рада видеть вас в нашей студии. И сразу вопрос, Алексей, как вы считаете, почему эта тема так недооценена, они не готовы говорить, и почему она как-то так на задворках, скажем так, медицины? Ну, скорее всего, потому что она является ключом к тайным, к тайным медицины. И в чем же тайна? Что вообще такое лимфатическая система? Лимфатическая система – это наше все. Мы прекрасно знаем, что у нас есть кровеносная система, венозная система, про нее очень много говорится. Но лимфатическая система, она по площади капилляров своих еще больше, чем кровеносная. И это такой же объем жидкости, даже больше, чем в кровеносном русле там присутствует. Но почему-то вот так исторически сложилось, что о ней какой-то молчок. И в медицинских институтах лимфатическая система… Практически не учат, да? Нет, не учат. Отдельные специалисты. Ну, там говорят, что да, она есть. А что там происходит? В Новосибирске отдельные специалисты целый институт. Ну, вот это замечательно, потому что там, когда я в свое время учился, заканчивал Пермский медицинский институт, это было 30 лет назад, а Пермский медицинский институт считался одним из лучших медов в России. И даже там про это, так, полслова. Так, что же такое лимфатическая система, в чем ее роль? Лимфатическая система очень интересно устроена. По ней уходит от клетки, уходит то, что клетка, в общем, отработала, свои материалы. Но вот самое интересное здесь в том, что, представляете, да, клетки подходят по одному руслу, по кровеносному, то есть одна трубочка подходит, а ходят по двум трубочкам, представляете, да, по венозной системе и по лимфатической. То есть приходит по одной, а потом уходит по двум. Вот в чем разница. То есть один вход и несколько выходов? Один вход и два выхода. То есть венозная система забирает мелкие крупинки, а лимфатическая система забирает крупные. Я сам долго искал вопрос на этот ответ. Почему, в чем же разница, да, почему одни вещества идут по венозности, по венулам, а вторые идут по лимфатическим капиллярам. Почему? И оказалось, что крупные вещества, конгломераты, как раз засасываются лимфатической системой. Там на концах уже капилляров лимфатических стоят такие раструбы, как горны, вот пенерский горн. Представляете, да, вот только в горн мы дудели, значит, ну, как бы в ту сторону, да, а тут горн засасывает. Вот этот раструб засасывает, это лимфатический, как конец, концевик лимфатического капилляра. И он начинает засасывать крупные такие конгломераты. Что это такое, что за конгломераты? Вот, это самое интересное, что такое крупные конгломераты, откуда они берутся. Что же выводит лимфатическая система? Дело в том, что клетка, у нее мембрана. Давление в клетке, вот мы качаем в колеса, 2,2 атмосферы, а в клетке 7,6 атмосферы. И мембрана так просто ничего не пропустит, она очень плотная мембрана. Там есть специальные каналы, выводные каналы, как каналы на вход, так и каналы на выход. Там работают калий-натриевые насосы. То есть, это очень серьезная такая проблема, что-то из клетки вывести. Ну, в общем, клетка выводит. Еще раз говорю, там поры-то мельчайшие вывела межклеточное вещество. А вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что у нас в межклеточном веществе, ну, вообще должно быть, оно в идеале нужно быть чистым и стерильным. Но вот так получается, вот, видимо, скажем так, приода или творец предусмотрел это, что у людей могут там в межклеточном веществе развиваться бактерии, грибки, простейшие, ну, и также вирусы там, то есть другие формы жизни. Не дружественные, то есть не нашего тела, иные формы. И вот продукты их жизнедеятельности как раз вызывают адгезию мельчайших, мельчайших таких вот этих частичек, которые выведены были из клетки. То есть клетка – это такой же организм, как и мы с вами. Там есть ядро, ядрышко, комплекс гольджи, кишечник, как бы, клетки, да, митохондрии, энергетические станции. То есть клетка поступила, питательные вещества в клетку, клетка поела, и она должна что-то вывести, что-то оставить, что-то вывести. Вот то, что она выводит через еще раз говорю, каналы в мембране, это попадает в межклеточное вещество. Но если там присутствуют вот эти формы жизни, которые, ну вот, допустим, грибки, да, или бактерии какие-то, они же тоже что-то выделяют. И вот продукты их выделения, как клей, склеивают мельчайшие частицы в крупные конгломераты. И вот тогда они засасываются уже лимфатической системой в эти раструбы, чтобы пойти на переработку в лимфоузлы. А лимфоузлы – это станции, где происходит шинковка. То есть, ну, понимаете, как там снова эти разрезают, эти все конгломераты на маленькие частички, очищают, ну, как бы, вот, понимаете, вот взяли шарики, да, допустим, билярные шарики, и они все склеились в огромный шар. Вот там каждый шарик достается, протирают тряпочкой аккуратненько, специальные клетки иммунной системы, все это очищается. И дальше уже шарики отдельные, билярные, очищенные шарики, и они запускаются обратно в лимфатическую систему, потому что в итоге вся лимфа, она наружу-то не выводится, то есть у нее нет выводного протока наружу из тела непосредственно своего. Она по грудному лимфатическому протоку впадает в верхнюю полую вену, и, то есть, возвращается, а верхняя половина – это сразу в сердце, да, и все это опять в круг кровообращения. – А как же слизистые, как же потовые железы? – Вот, вот тут наступает самое… То есть, если лимфатическая система почему-то нормально работать не может, либо вот этой, извините, вот этого всего нехорошего в лимфе очень много, да, тогда она не может тянуть в грудной проток и начинает пытаться где-то искать места, вывести наружу. Отсюда и появляются всякие эрозии, мацерации, там, язвочки какие-то, трещинки, ну, на коже, да, кожа сама начинает, она, может быть, не выведет, а просто в кожу запакует, то есть лимфа начинает куда-то паковать, в суставы запаковывает, допустим, если человек не двигается суставом, в жировую ткань, это что запакует? Токсины запаковывает или шлаки по-простонароднему, ну, по-простому, но хотя и шлаки уже в медицинской литературе встречаются, профессиональные, то есть давайте, как говорится, вот просто шлаки, вот, что очень многим непонятно, откуда же, мы же такие чистые, да, откуда у нас берутся шлаки, да, товарищи, откуда берутся, у нас есть кишечник, да, мы неправильно его содержим в чистоте, мы, ну, много откуда еще берется, с продуктами сейчас очень много, с воздухом, с водой, соответственно, это все, то есть скорость... Вредные привычки. Да, вредные привычки. Вот. И скорость интоксикации у современного человека, она очень высока, а вот скорость детоксикации низкая, должно быть наоборот, скорость детоксикации выше. То есть лимфатическая система современного человека самостоятельно не справляется? У современного не справляется, то есть ее нужно активировать, вот, потому что слишком большая нагрузка токсическая, ну, я имею в виду человека городов, то есть, опять же, мы говорим с вами уже традиционно здесь в студии о людях, проживающих в городских агломерациях. Товарищи, не думайте, что только вот в городе, да, то есть если труп не видно, то, значит, это... Нет, городская агломерация, это 30 километров от города. Вот это все городская агломерация. Ну, то есть это уже другой воздух все равно. Вот там, за пределами этой уже, вот этого расстояния, там уже начинается уже, ну, скажем так, более чистая периода. Ну, а самая чистая, это уже 100 километров. А какие способы есть, чтобы чистить лимфу, чтобы помогать ей очищаться? Ну, во-первых, нужно соблюдать ее реологические свойства. Реология, то есть это вязкость, текучесть лимфы. Вообще лимфа с греческого переводится как чистая вода. Вот и все. То есть она должна быть всегда чистой. Тогда она не будет перегружаться. Вот, а человек слишком много в клетку пускает, клетка выбрасывает, ну, вот это все. И опять же, в лимфатической системе, если есть задержка межклеточного вещества, то есть лимфа, это не есть межклеточное вещество. Межклеточное вещество – это отдельно. Но бывает ведь застой очень многих людей. Вот о чем мы говорим, да, что много лишних, что такое лишний вес? Да это просто задержка жидкости в межклеточном веществе. Ну, плюс потом еще и жировая ткань образуется. Вот если это много, то есть это, много этого, субстанции этой, то это является питательной средой для, опять же, бактерий, грибков, простейших вирусов и так далее. Они там размножаются. Соответственно, и реологические свойства лимфы ухудшаются, потому что продукты их жизнедеятельности, они токсичны, и они как раз способствуют вот этой адгезии мелких веществ, крупные. Ну, вот с чего мы начали. Вот такой круг и получается. Давайте все-таки к способам. Вот питьевой режим является ли... Питьевой? Да. Водный режим. Ну, только первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вот так вот, не что-то одно. Да, конечно. Вот, кто делает лимфодренаж. Вот знаете, такое модное слово? Лимфодренаж. Поделать лимфодренаж. Да, если вы... Как правильно? Здесь очень много заблуждений. Ну, правильно сделать как угодно, лишь бы эта лимфа в итоге-то, в итоге она почистилась, и выйти все должно быть наружу. Ну, это как бы опять там через кровь, через почки, должно выйти наружу. А если это погоняли лимфу внутри организма, и она там осталась, понимаете, да? Вот это не есть лимфодренаж. То есть из одного места в другое. Вот это очень важно. А как ее вывезти? Включать еще почки. Нужна водная нагрузка, нужны обязательно... Вообще-то среда вся, она очень закислена, межклеточное вещество, вот когда там накапливается все. Там PH, а PH это power of the trinium, это сила ионов водорода. Это вот химия, урок химии восьмого класса. Откройте, посмотрите еще, что такое PH. Она закисляется. А закисленная среда нуждается в ощелачивании. А у нас у человека очень мало современного продуктов питания, которые ощелачивают. А это, конечно, овощи, фрукты, ягоды, зелень и так далее. Вот, поэтому минералы щелочные нужны обязательно. То есть нужна водная нагрузка с щелочным питьем. И вот тогда... Что такое щелочное питье? Щелочное питье, где PH воды хотя бы 7,5, потому что в клетке PH 7,46. В артериальной крови 7,46 PH. Ну, такая вот это... Ну, 7, это нейтральные. Вот это условные такие цифры. Вот. Это шкала, шкала ионов водорода. А проходя кислую среду желудка? Не-не-не-не. Нет, ну, это вообще-то кислая... Во-первых, желудки не всегда кислая среда, потому что она кислая там на вызов. Когда идет вызов, обкладочные клетки начинают вырабатывать певсин, соляную кислоту. И это ферменты, которые переваривают белок, белок. А если вызова нет, то... А вызов бывает только, когда человек садится кушать, то вообще-то вызова нет, тогда пейте воду. И поэтому вся медицина-то, вот, правильная медицина, она говорит, вода отдельно, пища отдельно. Вот когда мы пьем, мы же должны пить воду, вне зависимости от приема пищи. То там все нормально. Вода хорошо проходит. Нет, нет, она... Еще бы, кстати, это было у меня такое заблуждение в моей голове. Ну, у нас... То есть, если мы отдельно пьем воду из пищи, то... У докторов-то много заблуждений, шушвы это. Вот эти заблуждения сейчас превентивная медицина и развенчивает. Потому что мы начинаем объяснять базовые... Потому что это вопрос вообще первого-второго курса. Первый-вторый курс, что доделают студенты мединститута? Да не снять квартиру где-то там, в общаге как-то устроиться, понимаете? Там, ну, молодежь тоже там, в футбол поиграть, на дискотеку сходить. Вот это все пропускают. Понимаете? Давайте вернемся еще раз к способам очистки лимфы, как ей помочь. Вот я знаю, какие способы, да, от докторов тоже других направлений. Это, например, там, аюровидическая чистка маслом полости рта, да? Обязательно. Вот. Расскажите поподробнее. Лимфа, она пытается где-то, где-то... Она нам сама подсказывает, что и где надо почистить. Вот ротовую полость обязательно, перед тем, как выпить воды утром... Ну, проснулся человек, да, нужно обязательно почистить зубы. Скребок должен быть, скребок, чтобы почистить язык. Вон, специальный скребок продается в аптеках везде. Почистить язык, потому что лимфа сама на язык выбрасывает много что. Вот этот налет нужно убрать. И есть даже такой способ, как маслом. Маслом просто ротовую полость, ну, каким растительным маслом. Вот. Лучше, конечно, чем чище масло, тем лучше. Вот. Прямо пополоскать, побулькать такой вот, ну, объемом, допустим, там, 20-30 миллилитров, такой вот масляной комочек такой, чтобы масло все еще собрало. И это в течение, допустим, даже где-то 5-6-7 минут. 21 минуту. Или даже... Ну, я уж так, да, так-то вообще-то надо 15 делать или 20. А так-то, ну, хотя бы вот в наших условиях. Ну, хотя бы чуть-чуть. Побулькать это все и выплюнуть, выплюнуть. И после этого еще раз рот пополоскать. Но есть еще такой вариант, я его, кстати, сейчас применяю, содой. Чуть-чуть содой, ну, обычно пищевая сода. Чуть-чуть соли немножко добавить. Вот. Немножко вот так вот. Тоже помогает очень хорошо. Вот. Местная. Так вот. То есть сода, ну, местно так немножко, она чуть-чуть ощелачивает местно очень. Ни в коем случае не пить это, ничего. Просто пополоскать. И вот после этого только пить водичку. Либо чай, Иван-чай. Иван-чай тоже это. Ну, почему она щелачивает Иван-чай? Потому что травы, травы содержат минералы. Они из земли вытаскивают минералы. И вода с лимончиком тоже хорошо очень ощелачивает. Либо минеральные комплексы уже, которые, ну, есть комплексы минералов. Щелочные минералы у нас кальций, калий, натрий, магний, хром, мелебден, медь, железо, кремний. Вот это все основные щелочные минералы. То есть если мы не ощелачиваем себя, то организм берет кислотно-щелочное равновесие внутри, выравнивает за счет буферных систем. А буферные системы у нас расположены в костях, в мышцах. Ну, то есть запасы, наши запасы, он оттуда все вытягивает. Вот. Поэтому нужно вовремя пополнять буферные системы и не нарушать кислотно-щелочное равновесие. Это очень важно. Ну, это, в общем, целая наука. Это древняя аюрведа, вы сказали, да? Она вот на этом вся концепция у нее. То есть если ты, ну, почистись вовремя, почисти лимфу, почисти кишечник. Но дело в том, что лимфа, она очень интересно устроена. Она тянет, может тянуть к тому месту, вот, все вот эти токсины или шлаки, да, которые имеют выводной проток. Допустим, если где-то на коже что-то, ну, трещинка какая-то есть, она туда выйдет тянуть. Ну, или она специально сделает такую трещинку. Вот эти все кожные заболевания, да? Это вот на 90% это вот нарушение как раз лимфы. А потом уже там где-то грибки начинают еще какие-то там, ну, на коже вырастать. И клиническая-то картина какой-нибудь отрубевидный лишай там, допустим, какой-нибудь развивается или там псориаз. А это вот, вот лимфа эта причина. Еще хотел спросить такой момент, как же запустить движение лимфы? Здесь вот тоже диафрагмальное йоговское дыхание используется. Дыхание, обязательно, конечно, дыхание. Ну, любой. Лимфа не имеет своих собственных мышечных стенок. Поэтому движение лимфы обеспечивает сокращение мышц, которые снаружи там. Тык, то есть любое движение, любое. Но чтобы вы поняли, что вас в лимфу запустили, значит, нужно вспотеть. Вот раньше поэтому спрашивали, на Руси спрашивали, встречали молодого человека, спрашивали, потел ли ты сегодня молодец? Потел ли? То есть вот. И вообще вот это выражение до седьмого пота. Вот, значит, ты точно хорошо погонял лимфу. У нас же это иногда, к сожалению, превращается только один раз в баню. Да, вот так вот люди ходят. Вот, вот там вот. Ну и в бане тоже многие что неправильно делают. Ну вот. Ну вот. А вообще должно быть это как регулярно, каждый день. Утром до завтрака нужно очень хорошо вспотеть. Потому что еще такое же выражение на Руси было. Завтрак нужно заработать. Как ты его заработал? Ну, значит, нужно физически поработать. Поработал, вспотел, помылся. Вот. И после этого тогда уже приступать к трапезе под названием завтрак. То есть вот от момента просыпания до момента приема пищи должно пройти, ну, в идеале должно пройти полтора, два, три часа. Вот. В это время мы занимаемся физической активностью. Пьем водичку щелочную. Потому что в это время оренинг чистится. Чистится. Это физиологические отправления. Стул, мочеспускание. Всегда утром идет. И поэтому не надо сейчас нагружать ног. Вот это вот. Тогда лимфатическая система почистится очень хорошо. Если вы соблюдать будете вот полтора, два, а то или три часа. Если кто-то работает, возьмите завтрак с собой в контейнере. Сейчас все это допустимо. И уже примите завтрак уже вот. То есть вот я сейчас, вот у нас сегодня, да, вот без 15 и 10. Конечно, я уже не завтракал, естественно. Зачем? Потому что так вот мы соблюдаем такие правила. И вот тут можно еще поговорить об интервальном голодании. Потому что если ты вечером, допустим, пропустил ужин, допустим, да еще утром, вот у тебя получилось 16 часов, допустим, без еды. Все супер. Уже ты лимфу свою почистил. Ну, давайте тогда подытожим. То есть получается питьевой режим, щелочное питье. Фрукты, овощи, зелень. Либо какие-то минералы специально искусственные можно принимать. Не искусственные. Минералы только... Ну, синтезированные имеются в виду в препаратах, да? Комплексы, да. Комплексы. Очищение и что-то еще я, может быть, забыла. Дыхание. Дыхание обязательно. Ну и смотрите, чистим кишечник. Потому что, опять же, мы же говорим, почему лимфа? Потому что там размножаются вирусы, бактерии простейшие. Грибки. А они в кишечнике находятся. То есть первым делом почистить лимфу. Мы чистим кишечник однозначно. Восстанавливаем перистальтику, стул регулярный, микрофлору выращиваем. То есть лимфа – это вторично, первично кишечник всегда. Я благодарю вас за разговор. Напоминаю, что у нас в студии был Алексей Галаков, врач-хирург, специалист интегративной медицины, биохакер. Спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Всем счастья, счастья, удачи и благополучия. Здравый смысл